Президент Ильхам Алиев подписал указ о новом делении экономических районов Азербайджанской республики. Согласно документу, территория страны поделена на 14 экономических районов. Что именно подразумевает под собой этот документ, расскажет моя коллега Альбина Абдурахманова. Альбина, здравствуй, расскажи нам о значимости данного указа. Здравствуй, Олег. Как вам известно, Азербайджан уже на протяжении многих лет успешно реализует госпрограммы социально-экономического развития. В результате этого в корне изменился облик городов, поселков и сел страны. Возрос экономический потенциал, улучшилось инфраструктурное обеспечение, а также качество оказываемых населению услуг. Это все отражается в указе, изданном главой государства. И именно последовательно осуществленные целенаправленные реформы и широкомасштабные меры усилили экономическую и военно-оборонное могущество Азербайджана, что в свою очередь создало прочную основу для одержания блестящей победы в 44-дневной отечественной войне. Сейчас на освобожденных территориях полным ходом идут ремонтно-восстановительные работы. И вот та самая реинтеграция освобожденных территорий в экономику страны, о которой мы с вами говорим, требует повышения эффективности планирования и по другим экономическим районам. Документ вносит ясность по имеющимся вопросам касательно Карабаха. Кроме того, определяет будущую стратегическую цель государства. Но обо всем по порядку. Согласно документу, территория страны поделена на 14 экономических районов. Это Бакинский, Нахчеванский, Абширонско-Хызинский, Горно-Ширванский, Гянджа-Дашкисанский, Карабахский, Газахско-Тувусский, Губа-Хачманский, Лянкеран-Астаринский, Центрально-Аранский, Миль-Муганский, Шики-Закатальский, Восточно-Зенгизурский и Ширвано-Сальянский. Ранее территория страны была поделена на 10 экономических районов. Новый Карабахский экономический район важно было создать для обеспечения восстановления и стремительного развития Карабахского региона. В него включены город Ханкинди, Акджабединский, Акдамский, Бординский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавинский, Шушинский и Тертерский районы. Это исторические события. Это еще раз показывает о том, что Азербайджан полностью намерен реализовать все масштабные проекты по эффективному развитию освобожденных наших районов. Есть и другие вопросы районирования, но в данном случае для нас сегодня имеет огромное значение создание единого Карабахского экономического региона. Здесь полностью учитывается достижение науки, достижение экономической и географической науки. В принципе, создание этих районов отвечает, я бы сказал, мировым требованиям. О чем же говорит создание Карабахского экономического региона? Первое. Статус Карабаха подтвержден официальным документом. Кроме того, армяне, проживающие в Ханкинди, Ходжалы и Ходжавинд, в соответствии с трехторонним заявлением глав Азербайджана, России и Армении, могут проживать в регионе исключительно как граждане Азербайджана. Простыми словами, есть официальный ответ на послевоенный вопрос относительно того, какая же судьба ждет Ханкинди, Ходжалы и Ходжавинд. Олег, у меня на это все. Спасибо. Альбина Абдурахманова о новом делении экономических районов Азербайджанской республики.